Всем привет! Сегодня у нас 7 марта. Пришла к нам наконец-то весна. Пора инкубировать птицу, но инкубатор у меня, к сожалению, накрылся. Отработал у меня, верой и правдой, 3 года. Конечно же, мне не без помощи, но и стоя он вышел. Сама электроника работает, но вот корпус у нас пострадал. Сегодня мы займемся переделкой корпуса, возьмем старую электронику и накидаем в этот новый корпус. Сейчас все покажу. Покажу старый инкубатор, покажу из чего в нее новый инкубатор. А мои маленькие мысли по новому инкубатору тоже расскажу. И давайте приступим. Так, вот мой старый инкубатор. Делал я его 3 года назад. Он отработал мне, верой и правдой. Ну, такое состояние у него. Он пролежал всю зиму в теплице, поэтому вот в таком виде. Так что не пугайтесь. Здесь простейший у нас терморегулятор с Алиэкспресса. Не помню, В1209 он называется. Это я хотел сделать питание, чтобы сам запускался с 12-ти вольт с аккумулятора. Но потом я уже понял, что это лишнее и переделал его по 220. Так, уйди отсюда. Здесь реле задержки времени на поворот лотка. Он автоматический у нас. В верхней части у нас имеется. Подпотел маленько с улицы нес. Это гигрометр. Там сейчас села батарейка. Надо поменять здесь смотровое окно, чтобы вылуп видеть, когда вылуп идет. Смысл в нем, в принципе, отсутствует. Но только вот наблюдать вылуп. Переворачиваем. Так, здесь вот видим от гигрометра датчик наш. Крышку берем. Внутри более-менее чисто. Здесь у меня реализовано два кулера с двух сторон. Под ними лампочки. В данном случае сейчас стоят на 40 ватт лампочки. Здесь у нас механизм поворота лотка на двигателе. Вот я его буду переделывать маленько. Сам лоток мне нравится. Маленько кривоват. Ну, в принципе, для себя мне особо ровно не надо. Лишь бы оно работало. Также есть 2 блока питания. Ну, наверное, я переделываю на 1. Посмотрим. Они где-то по 5. Да, по 5. Вот один на 8 ампер, другой на 5 ампер. Оба работают. Здесь у нас термодатчик. Вот отсюда тоже я его уберу. Мешается он мне здесь. Вот это вот лоточек специальный. Вырезал я его из промышленного. Вот этот вот лоток поворачивается. Там еще с корумпа лежит. Механизм крутится. Лоток у нас вот так качается. И внизу у нас еще 2 кулера, которые гоняют воздух теплый по корпусу. Также все утеплено утеплителем. Но это лишнее тоже. Я буду от этого избавляться. Это все лишнее. Там ванночка под воду. Их там 2 должно быть. И вот такая конструкция. Вот общий внешний вид изнутри. Вот так вот выглядит. Размеры не буду говорить. Сейчас будем переделывать. Мне маленько не устраивает то, что зазоры большие. Где лоток можно в принципе сделать поменьше. И вот камера нагрева у меня обделана оцинковкой, чтобы не плавился пеноплекс вот этот. Это не пеноплекс, а с Leroy подобие. Вот новый пеноплекс. Тоже с Leroy. Это пятерка. Здесь у меня 6 листов. Самый оптимальный вариант по цене. И как бы вполне устраивает. Но утеплять вот так уже не буду. Потому что это лишнее. Обдув у меня будет вот на 4 вот таких вот 120 кулерах. Примерно то же самое. Но будет 120 кулерах. И сделаем отдельно окошки под них. Вот здесь вот, чтобы они дули прям стационарно сюда. Мы их обслужим. Смажем. Они примерно одинаковые. По амперажу примерно одинаковые. И по оборотам. Так что дуть будут одинаково. Так. Сейчас наверное я замерю размеры какие-нибудь для себя в голове. И начнем уже резать новый пеноплекс. И клеить наверное. Так. Примерно я замерил. Вот у меня получается лоток сам. Он где-то 64 сантиметра. Плюс стенка. Вот тут тройка будет пятерка. Это у нас 69. Возьмем 70 лоток. И 5 возьмем стенку. То есть 75 округлим. Чтобы маленько зазоры все равно были. Чтобы было удобно расставать ставить его. Также у нас вот здесь будет не 20 сантиметров. А 12. Потому что кулера на 12. Чтобы был меньше зазор. Чтобы тепло быстрее уходило вниз. Чтобы нагревалось быстрее все. Вот это вот лишнее у меня все сделано. То есть тут большая камера. Маленькие кулера. Оно все долго нагревается. И долго нагревается сам инкубатор. Поэтому делаем камеру нагрева 12 сантиметров. Плюс 75 основной вот этот размер. Вот эту перегородку можно будет потом подвинуть. Поставить как-нибудь. Так что вот так. Я разбирать пока не буду. Сейчас нарежу новые листы. А там уже разберемся. Листы с пазами. Паз мне не нужен. Будем делать так. Без пазов. Клеить буду на герметик. Клеить буду на герметик. Давайте приступим к вклейке. Мне маленько неудобно. Я на полу все это делаю. Все-таки тут почти метр. Кстати по размерам не сказал. Высота 40. Ширина 58. Длина 90. Плюс еще по 10. Метр ровно получается. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот основной корпус склеил Дополнительно швы прошелся герметиком силиконовым Все швы просили понял Потому что все равно резал ножом Где-то маленько неровно может быть Вот такой короб Более-менее ровный Старый инкубатор стоит Сейчас крышку вырежу С окошком наверное А дальше уже посмотрим Так вырезал крышку Такую вот крышку сделал Сделал пазик внутри Чтоб все плотно закрывалось Не стал делать смотровое окошко Вот начал размечать Не стал делать Вот на старой крышке оно есть И как бы не нужно Оказалось просто Лишняя потеря тепла И оно потело там постоянно Хотя двойной стеклопакет делал Все равно потело Так что смысла в нем нету Вот такая крышка Маленько подзапыхался уже Пока режу Клею воняет еще этим герметиком Здесь куксусом Сейчас пойду Наверное жестянку гнуть Под нагревательную камеру Нагну Наверное покажу Или может пока буду гнуть Покажу Сейчас посмотрим Короче Сделал вот такую вот Камеру нагрева Два кулера Согнул С оцинковки Два кулера Прикрутил К корпусам Кулера сюда Утолщение Вот здесь Промазал Маленько Надо его убрать Есть За что прикрутиться Еще Своей стороны Прикрутил Хорошо Сделал два выреза Под 120 кулера На выдув В рукубационную камеру Вот так вот будут стоять Эти 120 кулера И Прикрутил Там Видно Патроны Под лампочки Под 220 кулера Это вот Дида Сейчас вот примерю Вот так будет стоять То есть там будет Нагреваться воздух И подаваться Вот сюда в камеру В основную Уже Горячим Ну надо бы сначала Открутить Конечно патроны Вставить А потом прикрутить И можно будет Потом прям через стенку Еще саморезом Крутиться Чтоб притянуть ее сюда И здесь также Можно будет Прикрутиться Через стенку Саморезом Камера нагрева Небольшая Получилась Будет хорошо Нагревать воздух Запыхался Маленько Сейчас еще Сделаю перегородку И наверное На этом первую часть Закончу Электронику Во второй части Уже будем делать Потому что Ну видео затягивается Будет очень длинный ролик Если делать все В одной части И вентиляцию Еще у нас Делать в крышке Сейчас посмотрим Перегородку делаю А дальше Посмотрим уже Пришлось Ширик включать На Ширик Видно все Надо было сразу На Ширик снимать Что-то не одумался Короче Вырезал Другую перегородку Такую вот Ешку Вот так она будет Ставиться Плотненько Также вклеится На герметик На силиконовый Который еще остался У меня И оно Вот так вот Встанут сюда Кулера внизу Там также Отверстие показывал Там будет Нагреваться И сюда Выдувать Ну вклеится Она в последнюю очередь Когда уже Соберется Электроника Потому что Вот эту вот Камеру нагрева Надо будет еще двигать Шевелить Провода протягивать Так что пока еще Не буду трогать А это вклеится В конце уже То есть Так же Саморезами стяну Сбоку И все Давайте подведем итог Что у нас получилось Склеили мы Каркас Инкубатора Ширина у нас Метр Все Длина у нас Метр Ширина Ширина у нас 50 Не помню 58 58 У нас ширина И высота У нас 40 Получилось Лоток я поставил Лоток работает Проверил Болтается И ничего не задевает Так же сделали Крышку Так все плотно Закрывается Еще надо Сделать Вентиляцию Вот у меня Две пробки Это горлышки От бутылки Отрезанные Я их Вот сюда Потом врежу Чтоб открыл Воздух Пошел И с той стороны Так же сделаю Четыре штуки Еще Таких же Чтоб Вентиляция была Ну и все То есть Корпус у нас готов Осталась электроника Это во второй части Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Этого видео Не пропускайте Вторую часть И до новых встреч Пока-пока